Как мы видим, уровень неадекватности нынешней власти, он в принципе и выражается в тех проектах и законопроектах, которые они хотят рассматривать с начала сессии. Но вот мы все реально понимаем, что ситуация в стране очень сложная, особенно сложный такой социальный кризис, связанный с тем, когда люди не могут оплатить свои долги по жилищно-коммунальным услугам, не могут оплатить свои платежки. Когда эти мизернейшие пенсии, абсолютно неадекватный прожиточный минимум, когда нужно решить вопрос сегодня с той задолженностью по жилищно-коммунальному хозяйству, которая возникла и которую люди уже не погасят. Это понятно, потому что деньги не появятся. И это нужно решить. Сегодня в преддефолтном состоянии находится пенсионный фонд. Нужно срочно с этим разобраться. Нужно пересмотреть социальные стандарты. Вот мы со своей стороны подготовили 7 основ для достижения социального мира. Это более 60 законопроектов, которые мы зарегистрировали в парламенте и которые мы считаем, что рассмотрев и приняв сегодня, мы реально изменим ситуацию в стране. И вот буквально сегодня мы зарегистрировали законопроект 95-27. Он направлен на то, чтобы списать людям задолженность на 1 января по жилищно-коммунальным услугам. А это порядка 48 миллиардов гривен. Это то, что нужно решить, чтобы сохранить систему ЖКХ. Вот мы каждый день видим новости. В Бердянске поломался коллектор. Люди остались без воды. В Сумах у людей катастрофическая ситуация тоже нет воды. В Днепропетровской области дома разрушаются. Сумасшедшие проблемы с отоплением, с крышами. И такая вот чрезвычайная сегодня ситуация жилищно-коммунального хозяйства по всей абсолютно стране. Ну, у нашего сегодня парламента, ну, коалиции в парламенте, правительства, они о чем нам говорят? Они нам говорят о вступлении в ЕС и НАТО. Ну, это же, ну, не то, что сегодня не актуально, да, начиная с того, что ни ЕС, ни НАТО их точно не ждет. А во-вторых, парламент, который имеет доверие менее 10%, которому осталось полгода до выборов, они сегодня решают вносить изменения в Конституцию и определять стратегический курс на десятилетия вперед развития страны. Да кто вы такие? Кто вам дал такое право? Вы идите на перевыборы. Вы идите у людей, читайте, что вы натворили за эти пять лет. А вы тут нам рассказываете о стратегическом курсе. У нас один стратегический курс сегодня – это не вмешиваться в Конституцию, а наказать тех, кто ее не выполняет. Они же ведь не выполняют решения Конституционных судов ни по чернобыльцам, ни по ветеранам. Они плюют на действующую Конституцию, но тут же пытаются писать новую. Поэтому мы, конечно, не будем это поддерживать категорически и настаиваем на принятии нашего пакета законов, который направлен на защиту людей, пострадавших от войны, направленный на защиту социальную людей, начинает уменьшение тарифов, отмены долгов по жилищно-коммунальному хозяйству. И сегодня моратория на то, чтобы у людей не забирали долги за долги жилища. И пакет комплексный – это по повышению социальных стандартов.